всем привет сегодня хочу с вами поделиться своим отзывом на свои покупки тианде которая распаковка была не так давно обязательно переходите в мои видео и смотрите мои распаковочки хочу рассказать о тианде что я заказала и чем я уже успела воспользоваться первое что хочу показать это вот такой вот дезодорант это камень алунит здесь действительно находится камень цена у него я цены буду говорить потому что попросили говорить цены 619 рублей вот так вот он выглядит это обычный такой камень они бывают разных цветов если посмотреть у других производителей бывают они красные оранжевые это тоже камень единственное что там уже есть вмешались если здесь обычный камень его просто выпилили то там и уже вмешались в его добавили цвет могут добавить глицерин другие компоненты для того чтобы просто были но они уже будут не такие устойчивые как этот его хватит я так думаю не знаю на сколько времени потому что я изначально когда его взяла его нужно намочить после душа нанести на подмышки я его когда намочила я вот как правильно сказать хотел сказать true но это наверное будет неправильно сказано в общем я мажу и получается что я жду от него что должна быть влага какая-то сырость должна быть или еще что-то но у меня при этом ничего не думаю как же он будет работать если у меня подмышка я ее трогаю рукой но у меня не сырая не влажная вообще ничего ну ладно потом вторую тоже ну как-то непривычно ты мажешь мажешь и у тебя ничего нету вот я легла спать утром просыпаюсь все равно когда утром просыпаешься с ночи либо у меня был выходной и я решила проходить так до вечера я ходила до вечера верите нет я целый день так не пахнет а странно почему не пахнет не пахнет действительно целый день до вечера нет никакого аромата не было но плюсом еще что сейчас не не лето не жара поэтому скорее всего я не знаю как он будет летом работать кто пользуется напишите в комментариях я вроде бы не бы я бы не сказала что я очень сильно потею поэтому думаю для меня может быть и летом классно подойдет но я пока довольна я почитала про него он сделан этот камень это квасцы очень много у него полезных свойств его даже можно использовать если у вас есть какое-то где-то воспаление очень сильно прыщи можно им помазать и не проходят можно какие-то царапины трещины если вы порезались не можете там кровь и становить тоже укусы можно быстро написано что снимает воспаление именно вот про вот эти вот квасцы было написано он супер полезный он ничего не забивает все с ним нормально выводится можно не бояться цена кстати 609 рублей это получается совсем недорого тем более если у вас еще если вы зарегистрируетесь и у вас скидка 40 процентов это получается супер супер бюджетно потому что хватит его действительно надолго за это время вы перекупите кучу дезодорантов вот у меня например месяц полтора наверное мне хватает дезодоранта я покупаю сейчас они сложно найти за 99 рублей вот единственное фикс прайсе наверное стоит один единственный камей по-моему называется остальные все по 200 300 рублей здесь получается выгодно буду дальше тестировать и в других обзорах обязательно если какое-то мое мнение поменяется я обязательно вам об этом расскажу но пока я им безумно довольна всем советую еще не пробовала хочу попробовать как-нибудь может быть на каких-то воспалениях высыпаниях на укусах сейчас уже до лета надо ждать пока никто не летает так следующий продукт это зубная паста здесь всего 60 грамм цена у нее по каталогу 319 рублей если я не ошибаюсь его на память не помню она ей нужно пользоваться она супер очищающая отбеливающая ей советую татьянды пользоваться два три раза в неделю я в принципе так и планирую пользоваться она обычно обычная паста белого такого оттенка обычная белая зубная паста хватает когда я ее нанесла на щетку чищу чищу зубы и она постепенно куда-то пропадает то есть мне так показалось что мне немножко вроде бы от нее недостаточно пены она в конце куда-то совсем прям так пропадает ее нету но я почистила зубы на этом остановилась то что вот пены сначала пены было много потом она куда-то совсем пропала и захотелось добавить еще пасты но я не стала этого делать проходила целый день пила специально кофе специально черный чай я обычно черный чай могу одну кружку в день выпить обычно люблю какие-нибудь травяные сборы пить могу каркаде чай попить и специально наверно кружки 3 чая черного такого выпила и кофе к вечеру у меня на зубах налета не было даже вот так вот провожу у меня зубы гладкие чистые классные мне понравилось я кстати слышала негативные отзывы на эту пасту что каждый день чистили ничего не отбили ничего не отбелилась но если зубы сами по себе от природы желтые бывает такое у людей что вот прям желтые желтые зубы это от природы вы никак и паста вам не повлияет даже стоматолог мне кажется не повлияет это ваше естество так скажем а если зубы от природы белые то они просто будут поддерживать ваш естественный оттенок так как в течение дня вот на кофе пьем чай пьем это же все равно налет и он очень хорошо справляется с этой задачей то есть вот этот налет сильно не остается на зубах вот пока что мне эта паста понравилась любом случае окончательный отзыв будет в пустых баночках и я думаю не пропускайте я их отдельно буду копить именно тянда и баночки для того чтобы вам потом в конце рассказать свои впечатления так рассказываю про продукты которые мне очень-очень понравились сейчас давайте перейду к бальзаму бальзам кондиционер от тяндэ цена была 149 рублей без скидки аромат аромат у него сладко травянистый какой-то я не знаю даже что за трава такая но она не очень приятно она такая вроде бы сладкая но при этом эта трава как-то травянистый такой аромат не нравится мне этот аромат написано с маслом жажоба здесь 250 грамм в душе я думала он раскроется немножко по-другому он не раскрылся на волосы нужно нанести приличное количество сразу говорю муне он жидкий вот мне напомнил я как-то один раз года три или четыре когда светофор открылся там купила бальзам самый дешевый вот то же самое вот никому не хочу посоветовать вот этот бальзам я не знаю попробую еще у дочки на волосах но я волосы честно чуть не вытрала когда я им помыла я его нанесла волосы были сразу же стали жесткие я заплела здесь такую гулю думаю сейчас ну подержу минут пять-десять скорее всего должно это все как-то смягчить прокондиционировать что ли волосы вообще нет это я начала смывать у него волосы жесткие как будто бы я просто шампунь смыла и все я завернула полотенцем пришла нанесла от эйвен масло нанесла спрей для легкого расчесывания и термозащиту я волосы честно чуть не выдала я не понимаю почему они очень жесткие были после него когда я просушила волосы мне понравилось был красивый блеск волос и это эйвен и тот спрей я постоянно использую как бы я не замечала мне кажется это был от этого бальзама и мне понравилась сама текстура волос она такая была немножко грубоватая но при этом волосы ощущаются вот бывают супер мягкие вот и не очень люблю вот после корейских такие бывают они прям такие все покладистые как ты положил они у тебя такие вот а здесь нет они были грубоватые какие-то вот грубоватые и и смотрится я кстати сейчас после вот как раз этого бальзама блеск есть блеск хороший волос мне блеск этот понравился и сама текстура волос но у меня даже сухие волосы расчесываются очень плохо после этого бальзама я не знаю как он на натуральных волосах у меня волосы крашеные но они мне не пережжены они у меня в нормальном состоянии но тем не менее он мне не нравится то что я рву получается волосы но немножко есть результат и не знаю как он будет на коротких волосах работать я попробую его дольку на дочке на натуральных волосах не крашенных посмотрю как у нее будет сделать у нее волосы жесткие или нет но мне этот не советую если у вас длинные волосы даже ради блеска блеска можно добиться и спреями какими-то другими но раздирать волосы это не очень хорошо и они прям жесткие жесткие такие соломистые ну и аромат если честно так и он немножко остается на волосах такой для меня честно тошнотворный какая-то вот трава я не знаю замоченная даже вот она какой-то изначально сладостью отдает даже сейчас вот какой-то не нравится вот первое средство которое просто вызывает отвращение от тянды это первое средство из трех заказов заказов но это в каждой компании бывает в каждом бренде бывает не все-таки идеально возможно есть любимчики поэтому извините меня пожалуйста за мое такое высказывание но я рассказываю свое впечатление свое мнение я знаю что если мне не понравилось может быть есть люди которым понравилось которым смягчил он может быть волосы если вы пробовали если не пробовали то честно я не советую я думаю что даже на других волосах тем более если блондинистых ну единственное что он может быть их поплотнее сделает как-то а так нет дальше закончились как закончились использовала я вот такие вот пластыри я давно на них посматривала посматривала еще фаберлик мне как-то все время было жалко денег я все ну ерунда это все потому что показывают там черноту вывела из организма то что на ноги наклеил или на спину наклеил но это понятно что это все химия это все от влаги работает то что с кожей это все связано это просто пластыри сами по себе это пластырь выделяет вот это вот то что с кожей кожа же все равно у нас тепло он нагревается за счет этого и там скорее всего какое-то химическое вещество находится которое темнеет от кожи я думаю что если положить к чему-то теплому его на всю ночь на восемь часов кстати если у кого есть пластыри попробуйте и чтобы вот обязательно влага была у нас же все равно из кожи влага исходит и плюс у нас температура тела 36 и 6 как бы у кого-то может быть и выше и за счет этого мне кажется все равно идет какой-то нагрев здесь вот я сейчас буду вам вставлять здесь коротенькие видео как я приклеивала на ноги а пока буду рассказывать про этот пластырь там находится такой мешочек и в этом мешочке находится очень много всяких разных трах он пахнет травой его приклеиваешь и на ногах и она ощущается вот этот вот мешочек как кармашек что ли и там одна трава травы там хитин это мощный сорбет природного происхождения абсорбирует выделение организма выводит шлаки токсины соли тяжелых металлов турмалин порошок получен из минерала обладающего электромагнитным полем при взаимодействии с телом человека турмалин генерирует микротоки благодаря которым усиливается обмен веществ в клетках а значит и способствует к выводу токсинов декстрин полисахарид получаемый термической обработкой картофельного или кукурузного крахмала обладает высокой абсорбирующей способностью декстины используют для связывания и выведения из организма тяжелых металлов и токсинов бамбуковый уксус благодаря высокой проникающей и абсорбирующей способности помогает организму освобождаться от вредных продуктов распада шлаков и токсинов обладает противомикробным действием витамин с восстанавливает организм отлично стимулирует иммунитет снижает чистоту заболеваний положительно влияет на красоту и молодость клеток хитозон полисахарид производная хитона являясь природным сорбетом он может связать и выводить токсины тяжелых металлов лаванда экстракт лаванды способствует улучшению циркуляции крови уведению токсинов и слоев дермы благотворно воздействует на организм в целом улучшает качество сна зачитала вам тут немножечко я не знаю было скучно вам или интересно я почувствовала легкость в ногах но я не знаю с этим с ним связано это или нет так как в тот день я как раз таки не очень-то и устала его лучше вот такие пластыри конечно использовать тогда когда ты устал либо у тебя такое вот настроение какое-то вот бывает такие такое состояние но я буду еще пробовать так как когда я нанесла я не поняла что у меня было это как-то дрожь в ногах изначально я не поняла может быть это конечно было из-за того что еще носки дополнительно я одела и плюс вот этот пластырь он немножко приклеивается все равно что на ногах есть определенные точки про которые многие и врачи и те кто работают по точкам рассказывают то что можно я верю в силу трав поэтому я верю в то что там действительно есть травы они у меня за счет того что я сейчас не буду вам рассказывать да как многие блогеры что посмотрите у меня там что-то вывелось это у меня токсины вышли там или еще что-то я считаю что там просто вот вот эта вот трава за 6-8 часов пока я спала она все равно нагрелась у меня все равно влага да так как у любого человека исходит из организма и плюс за счет тепла эта трава нагрелась и она стала такая слизкая и получается что вот она была изначально темная она потом еще чуть-чуть потемнела мне пришлось смывать ноги такой аромат был просто вот когда я сняла носки травы и плюсом еще она такая какая-то склизкая не очень приятная была и когда я проснулась я прям чувствую как будто у меня там что-то разлилось и в ногах я дошла да у меня же видео еще надо снять я дошла это все снимаю это ну по ощущениям когда шла было не очень приятно как будто в ноги я не знаю лягушку какую-то вам подложили идешь вот так скользишь ну вот а так еще хочу попробовать вот взяла одну штучку цена кстати 163 рубля в этом месяце идет акция поэтому если вы планируете заказать в этом месте то добавьте в корзину хотя бы одну штучку 40 процентной скидкой выйдет не так уж и дорого вот поэтому есть там еще коричневые я может быть в следующих заказах обязательно себе повторю разненькие чтобы потестировать и вам потом рассказать еще хочу рассказать если вы не зарегистрированы пожалуйста регистрируйтесь оставляю ссылку всегда под видео и можете заказывать 40 процентной скидкой первый заказ который вы будете оформлять первые 20 баллов вы оплачиваете по ценам каталога остальные заказы уже будут все с 35 процентной скидкой и если будете заказывать в понедельник вторник то у вас будет 5 процентная скидка по промокоду как его узнать бывает что в приложении он не высвечивается его выкладывают вылаживают в контакте поэтому если вы зарегистрировались и не знаете как получить декоины там дают в подарок 500 декоинов обязательно если вы ко мне зарегистрированы вам там оставляют номер телефона пишите я сама не люблю надоедать так как я сама человек такой что не люблю когда мне начинает писать там что ты не заказываешь что ты корзину там наложила но конечно у меня такого не было у меня было по-моему сейваном или не сейваном не помню в общем компаниями такое было и мне это не нравится мне хочется просто послать куда подальше и как бы мне не нравились продукты просто не хочется заказывать потому что как-то тебе их ну навязывают мне не нравится такое так как мне это не нравится соответственно я тоже не надоедаю людям но если у вас и вы вдруг стесняетесь не написать не стесняйтесь я всегда отвечу по возможности конечно я бывает иногда работаю целый день могу не ответить могу вечером ответить как у меня появится свободное время я обязательно вам отвечу расскажу даже сниму видео как правильно все сделать поэтому не стесняемся пишем так и у нас осталось еще два продукта я сейчас быстренько вам про них расскажу так как уже почти двадцать минут наболтала так вот такое вот средство это у нас не лосьон эссенция сыворотка с пептидами для роста ресниц и бровей пока про нее сказать вот чудо она не случилась я ей пользуюсь ровно три дня я изначально не хотела ее показывать так как нужно попользоваться месяц и потом уже оставлять отзыв есть результат или нет вы бы видели как я пыталась сфотографировать свои ресницы до под лампой у меня все таки очень плохо получилось поэтому не знаю как получится результат виден или нет вот но я взяла для себя просто попробовать потестировать как вообще улучшится рост ресниц больше всего заценила я качество что здесь вот такая вот кисточка ее аккуратненько на рост ресничек наносим я пробовала наносить с этой стороны немножко подняла и с этой нанесла для чего для того чтобы понять раздражаются глаза или нет от этой сыворотки потому что много есть таких сывороток которые наносишь а потом краснеют глаза слезятся глаза щипят глаза вообще ноль эмоций у меня чувствительные глаза никакого раздражения не было это большой плюс большой плюс за то что здесь такая упаковка вы можете отдельными частями да вот если у вас где-то брови волоски на бровях не растут то есть бывает вот где-то да вот кончики не растут а здесь вроде бы много этих волосинок вроде бы здесь то и не надо стимулировать то такой щеточкой очень удобно вы можете нанести по там где нужно вам чтобы у вас рост волос увеличился увеличится рост волос или нет я вам скажу в любом случае через месяц не волос ну волосинок да конечно лучше всего такие вещи я бы рекомендовала для девочек кто наращивает ресницы если вы с наращенными ресницами не рекомендовала бы использовать почему ресницы конечно же не отвалятся потому что она не сильно такая маслянистая нормально ресницы не отвалятся так как вы все равно кожу на кожу наносите а не на ресницы а ресницы клеятся как правило на натуральные ресницы имея отступ вот у вас они просто начнут расти очень быстро соответственно то что вы сделали наращенные ресницы они у вас тоже будут на кончиках и это будет некрасиво они будут вам мешаться заламываться поэтому нет если хотите пользоваться такими штучками то лучше конечно сходить снять ресницы сделать небольшой перерыв и попользоваться восстановить свои ресницы потом дальше продолжать наращивать ресницы или наоборот не наращивать то есть все зависит от вас и любителям тем кто выдирает я кстати как то расскажу случай у меня клиентка пришла и мы тоже она первый раз в жизни нарастила ресницы я ей нарастила она приходит говорит ой слушай а можно снять ресницы через неделю я говорю ну приходи я говорю что случилось то ну я то напугалась думаю мало ли я вообще такой человек очень переживательный так скажем вот она приходит вот знаешь вообще то мои ресницы выпадают вместе с наращенными я что теперь без ресницы станусь я стою я говорю так это твоя ресничка меняется у нас ресницы в течении 3 месяцев полностью меняются а как это меняется я же лысая это не хожу я говорю ну так понятно потому что она одна выпадает другая тут же вырастает я говорю они же меняются там 5 ресничек в день может выпасть когда-то две реснички я не вижу что бы мои выпадали вот ты мне нарастила я сразу с наращенными все вижу вот а если б у меня ресницы росли они у меня вообще уже до колена были че ты мне ку несешь вот я говорю так ну можно спросить акуль автальмолога я бронам тебе тоже самое объяснит они вообще-то специально чтобы деньги зарабатывали я вну хорошо биологию почитай по моему девятый класс вот она говорит там тоже все все из-за вас и она прям все-таки вспыльчивая была по итогу она не сказала что я ее потому что ресницы не растут ты чё вообще ты о чем говоришь я скажу что брови растут в общем я и сняла ресницы взяла с нее обычно я бывает ну не брала деньги но здесь даже 200 рублей взяла обычно если и брала то рублей 100 но здесь взяла 200 рублей потому чтобы такая скандальная девушка попалась вообще истории очень много было таких смешных изначально конечно бывает не смешно но потом можно поржать вот если интересно могу конечно в каких-нибудь видео вам что нибудь порассказывать вот последнее что хочу показать это биби крем фреш клик сразу хочу сказать он не перекроет вам какие-то ваши такие то что вам нужно перекрытию например это ну вот какие-то сильные высыпания прыщи он просто выравнивает тон кожи если у вас хорошая красивая кожа но вот бывает тут иногда с перепадами цвета с возрастом становится и нужно просто выровнять тон кожи и подойдет идеально для комбинированной и жирной кожи для сухой кожи я бы вообще не надо не покупайте вообще потому что он немножечко у него есть такое свойство не то что он подсушивает он как-то ложится вот у меня даже вот крем был нанесен такой увлажняющий хорошо такой увлажняющий все равно кожа такая стала она у меня стала нормальная то есть для меня это было немножко даже как-то но все равно часа через четыре я промакиваю и у меня сальная есть как бы он полностью не убрал это но при этом кожа действительно такая матовая но для сухой кожи мне кажется он вообще не подойдет поэтому не нужно изначально я подумала что мне цвет не подходит темный был вот я видео снимала можете пройти посмотреть где делала себе макияж но потом я зашла в ванную комнату в ванной комнате вроде бы меня все устраивает потом в другое место тоже вроде бы все устраивает но вот бывает как то моментами не знаю может быть я конечно еще в первом оттенке попробую либо в третьем оттенке буду пользоваться плохого мне тоже ничего не сделал хорошо выровнял и то что у меня были какие-то вот проблемные места воспаления прыщички это все замазывается консилером изначально мне он не понравился но потом в течение дня когда я ходила до самого вечера он мне я бы даже не сказал что мне сильно понравился ну я его если честно не поняла и его надо тестировать дня три-четыре или неделю хотя бы наносить на лицо для того чтобы вообще понять этот продукт с первого раза его понять очень сложно с первого раза он мне то понравился в другой момент ой сначала не понравился потом вроде бы понравился потом вроде бы он такой вроде бы клёвый потом вроде да нет ну присматриваешься и вот какие-то вот сомнения у меня еще поэтому однозначно я про него пока сказать ничего не могу буду пробовать тестировать и конечно же в пустых баночках оставлю вам отзыв либо не в пустых баночках либо может какой-то косметички либо во влогах в общем подписывайтесь обязательно на мой канал чтобы не пропускать мои видео на этом и видео подошло к концу если вам было интересно ставьте обязательно лайк подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите комментарии мне очень интересно то что вы пишете читать очень интересно то что советуете его тоже буду пробовать обязательно заказывать от тяндэ мне вообще если честно мне очень понравился вот именно тяндэ я пока от него нахожусь в каком-то таком восторге мне хочется 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 пробовать я если раньше когда заказывала из других компаний я приду магнит косметик там наберу на аптекару закажу еще что-то сейчас я на аптекару не захожу на зон не захожу на зон захожу если только для работы заказываю материалы тут с дочкой заходили магнит косметик она себе покупала хайлайтер у нее день рождения было ей денег подарили она короче себе косметики набрала вот я походила посмотрела думаю вроде бы вот это потом я же на тяндэ закажу и не хочу все не хочу в магазинах ничего покупать я даже там не зависаю я прохожу мимо я знаю со мной кстати первый раз такое я может быть оно конечно и пройдет бывает такое но будем надеяться что нет пока меня все устраивает пока мне все нравится кроме вот этого бальзама кстати если пробовали пожалуйста напишите может быть со мной что-то не так хотя навряд ли я думаю что но использовать конечно попробую и на дочке и еще раз на себе так как мне все таки вот понравился вот сам результат уже когда волосы высушены но тем не менее если вот долго не расчесываешься начинаешь расчесываться и расческа то заедает и мне это не очень нравится вот навряд ли короче я поменяю свое мнение по этому бальзаму я думаю что еще может быть попробую разок на дочке на себе и скорее всего выкину и кстати на просвет вижу вот от одного применения я использовала вот столько то есть вот вот столько использовала два раза наливала прям целую ладошку он жидкий его вот так вот раз его волосы съели больше никуда нет потом раз еще волосы достаточно длинные поэтому пришлось много выдавливать ладно все уже 30 минут всем пока